Ну что, детки, не ждали туза-мон? Не ждали туза-мон? Хриня! Запускай! Ну что, друзья мои, мы это заслужили. Я всех поздравляю, кто в ракете. Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Это короткий обзор. Что можно сказать? Вот перед нами для начала график BitDAO. Кто помнит, что это такое, это новая криптовалюта, новый governance токен, в который инвестировала крупнейшая биржа Bybit. То есть это как бы такой внегласный, можем сказать, биржевой токен Bybit. Короче, суть до дела. В общем, он сегодня запампился уже на ту его кучу процентов. На сколько? Давайте посмотрим. На 40% он запампился. Поэтому что мы можем сказать? Да и не только BitDAO. Тут на самом деле все просто улетает в космос. Я усреднил свои ланги тоже по эфиру, по беточку, по риплу, по дэшику. Дэш полетел в космос, ребята. Все, как мы с вами и ожидали. Правильно я говорю? Я надеюсь, что да. Но тем не менее, важное объявление, ребята. В Телеграме орудует мошенник от нашего имени CryptoCommons Official. Сразу говорю, это не наш человек. Сейчас мы его забаним из чата. Это голимый мошенник. Ни в коем случае не дайте ввести себя в заблуждение. И более того, они создали фейковый аккаунт в Инстаграме, ребят. У нас Инстаграм не очень популярный. У нас там всего 100-200 подписчиков. А тут, посмотрите, 5000 подписчиков, 4800. Вот это все не я. Просто дисклеймер, ребята. Не ведитесь. Пожалуйста, проверяйте всегда только через наш YouTube канал, через наш Телеграм официальный, который сейчас на экране. CryptoCommons S и CryptoCommons Z на конце. Это наши официальные аккаунты. Все остальное это фейк. Галимый. И если они будут вас вводить в заблуждение, просить деньги, не дай бог, дурить направление, еще что-то, шлите их на все четыре стороны. Будьте умными. Ну все, а мы продолжаем. Соболезную всем шортистам, но рынок делал такое. Тут не угадаешь, кто прав, кто виноват. И хорошо смеется тот, кто смеется последним. Возможно, еще будет праздник на их улице. Лангистам респектуем. Мы это заслужили. Вот опять же фрактальчик 2013. Апрельский хай, июльский отскок, октябрьский пробой. 2021. Апрельский хай, июльский отскок, октябрьский пробой. Ребята, так что, ребята, сток-то-флоу, мать его, работает. Полнолуние работает. Желаю всем шортистам, чтобы их не ликвиднуло, не усреднять весь объем. Предлагаю отвлечься от этой эйфории и посмотреть лекцию Андреаса Антонополоса, полуторачасовую, как работает блокчейн и алгоритм Proof of Work, для тех, кто хочет реальных знаний в сфере крипты, а не тупо хайпожорства. На втором канале CryptoCommerce 2.0 наш новый переводчик Влад ее перевел. Зацените, поддержите лайком. Ну и что можно еще сказать? Кроме как восхищаться этим пробоем. И, ребята, наш канал тоже пробивается в космос. Нас уже 52 с половиной тысячи участников. Это просто нереальное какое-то безумие. Жамкайте на лайк, ставьте подписку, если вы еще не сделали колокольчик, все дела. У нас один из самых лютых криптоканалов. Также внизу все криптоканалы наши друзей. Наш второй канал, где вот, собственно, лекция Антонополоса и CryptoCommerce 2.0. Обязательно подпишитесь. Ну и какой тут теханализ? Слушайте, биткоин прорывается. CallTime Higham. Точнее, уже их переписал. Я имею в виду к новым All-Time Higham. Альткоины тоже вроде как оживают. Что мы видим в Alt BTC маркете? Уже появляется зеленое. Все более-менее начинает отскакивать. Лайткоин сегодня тоже вон как вырвался из-за подни. В общем, на самом деле все зашибитлз. Как мы с вами и ожидали. Общая рыночная капитализация переписывает High. Уже переписала свой High. А это, как мы знаем, самый бычий знак. Так что это уже не двойная вершина, как многие ожидали. Рыночная капитализация альткоинов еще не переписала High. На чем я хочу заострить ваше внимание. То есть, альткоины сейчас, когда начнут туземунить, вот это начнется уже настоящая история. И по статистике, ребят, когда актив переписывает High или капитализация такого большого рынка, то она улетает как минимум на несколько иксов наверх. Это не значит, что в этот раз это точно произойдет. Но это значит, скажем так, в моем понимании, что это вероятнее всего произойдет. Поэтому да, ребята, биткоин-доминация, конечно, отскакивает. Ждем по ней резкую шпильку, может быть, даже до этой сетки. До верхней границы сетки в районе 50%. Но потом, я думаю, что мы пойдем вниз и увидим масштабнейший альтсезон. Хотя, опять же, дисклеймер, может так и быть, что биткоин-доминация пойдет наверх. В таком случае альты к доллару тоже зату замунят. Но зату замунят медленнее. Но в какой-то момент все равно, я думаю, что мы увидим, что альты зату замунят быстрее. То есть, у биткоина какой потенциал, ребят? Мы уже с вами обсуждали. Ну, 2, ну, 3, ну, 4 икса в суперкрутом раскладе. Смотрите, биткоин 63 тысячи. Ну, на 250, может, он улетит на стопах шортил. Потому что многие шортилы уже собрались ликвидации передвигать на 200 тысяч долларов. А это чревато полным сливом депозита. То есть, если у них сейчас еще, скажем там, пятая часть или четверть всего объема они шортят, то тут они встанут на всю котлету и их смоют. Так, собственно, обычно и работает рынок, ребята. Я вам об этом говорю каждое видео, поэтому не хочу сейчас повторяться. Альткоины тоже смотреть сейчас не будем. Но мы посмотрим обязательно альткоины на стриме. Но, ребята, короткий дисклеймер все-таки в том, что мы можем увидеть коррекции. Мы можем увидеть сильные коррекции. Помните о том, что движение на несколько тысяч долларов для биткоина сейчас за одну дневную свечку, это уже норма, как вверх, так и вниз. И на этих радостных новостях, что одобрили ETF, сейчас все будут супер побычно настроены, мы можем легко улететь с квизом куда-нибудь на 50 с чем-то и потом только пойти наверх. Поэтому не воспринимайте мои слова буквально, что надо сейчас на всю котлету all-in вставать без стопов. Соблюдайте риск-менеджмент. Будьте осторожны. Лучше ждите, конечно, просадки, если вы еще не в лонгах. Ждите просадки. Опять же, по альткоинам более выгодные сейчас цены входа, на мой взгляд, поскольку они так сильно еще не за ту замунили, как биток. Так что будьте бдительны, осторожны, не впадайте в фома и поговорим об этом подробнее на стриме. На стриме, который я проведу на канале The Moon.ru, на который я все надеюсь, что вы подписаны, ребята. А если вы вдруг еще не подписаны, обязательно это сделайте. Это русскоязычный канал Карла, который я перевожу. Лайвстрим буду делать там, потому что давно не было там лайвстримов. Но это будет такой же, как обычно, наш ламповый уютный стримчик GreenyStyle. Так что давайте сейчас создам ссылку, ставлю ее в описании этого видео, а вы обязательно на стрим зайдите, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить. И встретимся на нем через час-полтора, где-то так. Вот. Эфир прорывается, битдау прорывается, дэш прорывается. Все замечательно. Посмотрим обязательно теханализ чуть позже, как я сказал. Спасибо, что смотрите. Всем большущих профитролей, респектую. И скоро увидимся на стриме. Субтитры сделал DimaTorzok